Девушки отдыхают Я не знаю, как он сюда попал Да все ты знаешь Это из-за Андрея Ты просто ревнуешь, да? Да ничего подобного Перестань Мне просто обидно, что ты, моя лучшая подруга детства Могла подумать обо мне такое Да, мне не нравится, что ты встречаешься с Андреем Но только лишь потому, что я не хочу, чтобы он тебя обидел Ты что, слепая? Ты что, не видишь, что он любит меня? Любит? Ну, пускай это называется и так Андрей просто хотел переспать с тобой И добился этого Вот и вся любовь Наташенька Ты знаешь, мне такой замечательный укол сделали Да, я просто полный сил Доченька, ты узнай, что за лекарства у меня вкололи? Хорошо, папа Хорошо Иван Степанович Да Как вы себя чувствуете? Отлично Я даже готов домой ехать Лежите, лежите, не надо вставать У меня дел не в проворот Мне на ферму надо Наташа, можно у вас на пару слов? Да, конечно Пап, я сейчас приду, ты только лежи, хорошо? Хорошо Хорошо, доченька Хорошо Так, 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 так Стоп, стоп, стоп Да отвали! За что ты меня ударила? За правду? Да замолчи ты Да отпусти, вы что, оба решили меня покалечить? Катя, мы же подруги Ты предательница А ты просто дура Расставила перед Андрюшей Поверила я ему На, бери, пользуйся Значит так Забудь мой номер телефона И оставь нас с Андреем в покое Ты думаешь, ты нужна Андрею? Попользовался и все, нафиг Доступные девушки парням неинтересны Правда, Ленечка? Да он любит ее И ты туда же Оба вон пошли отсюда Так, все Я в полицию звоню Пускай снимают побои Режут, стреляют, сажают вас Подожляйте А, испугались? Алло, приезжайте побыстрее Здесь двое ворвались и сбили меня Наташа Твоему отцу срочно нужна операция Ты же ведь ее сделаешь? Сделаю Но Здесь это нереально Нужна серьезная клиническая база Папа, он же нетранспортабелен Не переживай Я уже вызвал санитарный вертолет Пойдем Катя, да подожди, Катя Катя, подожди Андрей любит тебя Я его друг, я знаю Эта больная на голову прет Она просто завидует вам Алло Катюшенька, я скоро приеду Дедушке хуже И Тимофеев перевозит его к себе в отделение А у тебя что с голосом? Ничего Просто простыло Береги себя, моя хорошая Катюша, мне пора Люблю, целую Он возвращается Ой, ну куда же вы на ночь-то глядя, а? Да ну перестаньте Мы сюда тоже ночью приехали Так вы же к дедушке больному торопились А сейчас к кому? К нему же Ой У деда вашего такой врач Такой врач Вот я ему верю Вот я точно знаю, что он ему обязательно поможет И я помогу Молитвой Вы хоть звоните мне почаще Мама, дорогая, обязательно Каждый день Да В кардиологию Иван Семенович Как вы себя чувствуете? Ничего, ничего Вот и приехали Приехали Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Риточка, привет Привет Привет, дорогой Рита, с Денисом ты знакома? Это Маша Очень приятно познакомиться Соседка, дядя Ивани Ну, заочно мы уже знакомы Как там дедушка? Что нового? Пока без изменений Готовят к операции Мама там? Да Хорошо Ритуля, пожалуйста Размести их, накорми Я переоденусь и поеду, хорошо? Ты к дедушке? К нему тоже Ну? Пошли Папочка, давай Слушай, ну Это ваша диета Я не могу уже Ну давай я Ритке позвоню Она приготовит что-нибудь вкусненькое Ну, пельмешки Или котлетку свиную Папу Папе во время подготовки к операции Нужна специальная диета Я запрещаю нарушать режим питания Слушаюсь, товарищ командир Ну что, сынок Ты с ней поаккуратней Сестра твоя железная леди Да Так Я знаю, пап Пойду поработаю Давай, вечером заскочем Давай, буду ждать А кашу, пап, все равно придется съесть Слушай, ты мне лучше скажи Когда Максим ко мне заглянет Что, между вами что-то произошло? Я так надеялся, что вы поженитесь Он ведь Андрюшке отца заменил Ну я, наверное, сама виновата Мне столько времени понадобилось, чтобы Диму забыть Да и Максим уже не тот Мы ему с Андреем не нужны Доченька, мне кажется, ты ошибаешься Поговори с ним Выясните все вместе Да и так все предельно ясно Максим и другая женщина Давай, пап Молодец Анна Петровна, доброе утро Максим Леонидович Максим Леонидович, зайдите, пожалуйста Так я... Это очень важно Что случилось? Дело в том, что сегодня ночью с санитарным вертолетом из Перетопа Наташа перевезла своего отца к вам в больницу И Иван Степанович сейчас в кардиологии Ему стало хуже? Ну я в медицине не очень сильна, но Из того, что я слышала, я поняла, что Дело серьезное, думаю, имеет смысл Вам зайти и полюбопытствовать О подробностях Хорошо, Анна Петровна Я позвоню в кардиологию Узнаю состояние Ивана Степановича Максим Леонидович, вы должны навестить его На каком основании, Анна Петровна? Я ему кто? Брат, сват? Как выяснилось, я даже его дочери не друг Подождите, ну вы... Вы очень, очень нужны, Наташа Я сомневаюсь Я думаю, что сейчас она со своими новыми друзьями Да вы что, вы ревнуете? Я просто не хочу быть посмерщим В конце концов, вы крестный отец Андрея А Андрей внук Ивана Да что же ты такое, а? Катя, это я Катя, открой Я могу вам чем-то помочь? Да, я ищу подарок для своего парня Могу предложить стильные зажигалки Недорого Он не курит Тогда Замечательные перочинные ножи Точная копия швейцарских Ну, дарить ножи плохая примета Предрассудки Лень Дрюха, привет Здорово Ну что, как там дед? Его готовят к операции Привет А ты, наверное, Катю ищешь, да? Да, а где она? А почему вы молчите, ребят? Что с ней? Катя просила не говорить тебе Нет, а ты скажи Понимаешь, пока тебя не было, Паша пытался ее изнасиловать Сейчас с ней все в порядке Она успела убежать Андрей Зря сказали Как же хорошо, что вы приехали С такой поддержкой Иван Степанович быстро встанет на ноги Ну, угощайтесь Сок из чего? Яблочный Ну, по крайней мере, на этикетке так написано Химия Нет уж, спасибо Денис, что ты выделываешься? Я привык к натуральным продуктам Вкуснятина Вот что называется настоящей жизнью А ты не привыкай к этой настоящей жизни Почему? Наташа твоя родная сестра И что? Это все? Для Андрюшеньки Не завидуй А химия, это вредно Павел дома? Нет Я подожду Вообще-то тебя сюда никто не приглашал Что за манеры? А вы забыли, что у меня нет отца? Какие у меня могут быть манеры? Привет Здравствуй У нас гость Кто? Наглец этот Бондарчук Что ему надо? Ему надо поговорить с вашим сыном Попроси свою маму оставить нас Или ты при ней хочешь обсудить то, что случилось? Мама, оставь нас, пожалуйста Ну что, подонок? Что за дело твое самолюбие? Паша Что он с тобой сделал? Наглец Подонок Я звоню полицию Полицию не надо Я сам с ним разберусь А вот маме бы здесь понравилось Плохо знаешь свою маму Она никуда не выезжала из Перетопа Наша деревня для нее самое главное на земле Не деревня, а поселок Ой Главное, чтобы она управилась с нашей фермой Мама, и чтоб не управилась? Да, Артур Слушаю Наташа не отвечает на мои звонки Я не знаю, где она и что с ней Мой друг Тимофеев поехал оказать Наташиному отцу помощь Иван Степанович уже здесь А в какой он больнице? В той самой, где работает ваш друг Тимофеев А Наташа там? Да Ни на минуту от него не отходит Спасибо Так, молодежь Я собираюсь ехать к Ивану Степановичу Кто со мной? Мы Андрея ждать не будем? Андрей сам подъедет Так, собираемся, собираемся, давай Здравствуйте Проходите, только тех, папа спит Вы хорошо выглядите А нет, это папе нельзя Вы, вы уверены? Там, красная рыба Нет, Тимофеев уверен Он кардиолог, ему виднее И то он настоял папу привезти в клинику А почему вы не обратились ко мне? А зачем? Николай Александрович сам все организовал Он хочет нас разлучить Это вы о чем? Вы же знаете, как я к вам отношусь Подождите, что вы? Я себя сдерживаю Что вы делаете? Встаньте, пожалуйста Как Иван Степанович себя чувствует? Вроде неплохо Хорошо, что вы пришли, доктор Нам нужно поговорить Согласен, но не здесь Скажите Вы Вы влюблены в Наталью? Скажите, это абсурд Да Что же ты, доктор, делаешь? Я открыл тебе душу А ты втихаря Хочешь увезти мою женщину? Позже поговорим Я прошу вас, пожалуйста, покиньте палату Наташа Извините Так, возьми это Анализы Добрый день Возьмите, пожалуйста Не подскажете Иван Бондарчук В какой палате лежит? В пятой Здравствуйте, коллега Здравствуйте Как он? Состояние стабилизировалось Но все еще слаб Завтра будут результаты анализов Тогда уже решим, когда оперировать Ясно Не возражаете? Зайду к нам Конечно, конечно Я люблю тебя Да вы соображаете, где вы находитесь? В твоем присутствии я уже ничего не соображаю Заметно А Тимофеев бытлец Он использовал ситуацию, чтобы приблизиться к тебе Извините, так говорите Николай Александрович замечательный человек И гениальный врач Он делает все, чтобы ты зависел от него Да он делает все, чтобы помочь больному человеку Он хитрец Я не прощу его Я буду бороться за твою любовь Так убирайтесь сейчас же отсюда Я вам сказала Я сказала, так убирайтесь Убирайтесь отсюда А, доктор Добрый день Здравствуйте А, туда нельзя Папа спит Папа? Папа Папа моей невесты Доктор, не цепляйтесь к словам Когда он выздоровит Мы с Натальей поженимся Что ж Совет для любовь А что приходили-то? Что ему передать? Могу я заказать букет цветов А я думала, ты спишь Кто этот человек? Знакомый Значит Доктор И этот борец Соперники Я не хотела этого Понятно Вот почему от тебя Максим ушел Папа, не выдумывай Для меня Все эти мужчины Это Друзья А Максим Максима ты любишь как друга Не больше Спасибо Ну вот что ты наделал Что теперь будет Я Павла не убила Андрей точно убьет Так, никто никого не убьет Все, успокойся Андрюш Ну что, как Павел, жив? Да К сожалению Ты не боишься, что его мать вызовет полицию? Нет, Паша не дурак Если он это сделает То все обернется против него Но он точно будет мстить Да, Паша злопамятный Ничего не бойся Я с тобой Опять сюда себе дупал? Доктор Он не останется калекой Ну еще пара таких неординарных падений Я уже ничего не смогу гарантировать Субтитры сделал DimaTorzok Я так испугался за тебя? Я за тебя Я за тебя Я люблю тебя Ты чудо В перьях Почему в перьях? Потому что меня так Валентина Степановна в детстве называла Когда я носилась по двору, изображая калибри Пила нектар Да, порхала с цветка на цветок Бедная наша клумба Хочешь полетать? Как полетать? Как в детстве? Это как полетать Ну Как в детстве? Ну как? Вот Ну что? Отпусти 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 Подарок по мне Ну Да не я подарок Вот подарок Навсегда Навсегда Дядя Ваня Вы на такой высокой кровати Как император Ваше высочество Поправляйтесь скорее Ферма ждет Не ферма, а империя Да, за которой в наше отсутствие присматривает Кристина Она, кстати, мед передала Да Это вам, ваше высочество Поставь там на столике Передашь маме спасибо Так вы хоть отдохнули после дороги? Конечно У тебя прекрасный дом И сад Да, сад у нас очень красивый Да откуда ты знаешь? Ты ж не бываешь там Работая днями и ночами Рит, не надо Не преувеличивай Я Рит права Ты, Наташа, всегда жертвуешь собой Ради всех нас Ради нашего благополучия Сейчас я провожу тебя в общежитии И пойду к дедушке Нужно маму подменить Но уже сутками у его постели Какой он твой дедушка? Дедушка? Да Хороший, добрый Кстати, я ему рассказал о тебе Да? Да И что ты ему рассказал? Что я тебя люблю А твой дедушка знает, что между нашими семьями вражда? Нет А мама? Она знает, что мы вместе? Сейчас не время ей говорить об этом Нужно Так, рекомендую художественный музей Там еще рядом исторический есть Это недалеко от метро Вам понравится Держи Спасибо большое Только дети Будьте осторожны Па, мы не дети Прошу прощения, товарищи взрослые Но осторожность вам тоже не помешает Хорошо, поправляйся Давай Наташа А где Андрюша? А действительно, а где Андрюша? Собирался прийти Собирался А, наверное, пошел к невесте У него нет невесты Как нет? Он же говорил, что очень любит одну девушку А, может, это какая-то новая девушка? Когда-то здесь жил я с мамой Потом жил дядя Рома Женеверец Ой, Катюша, мне пора Ну, беги, если пора Да не грусти ты Передавай дедушке Пусть быстрее выздоравливает Хорошо Цветами пахнут Дмитрий Семенович, вы сами выбрали этот путь И прошу запомнить, что мы у вас не нуждаемся Слушай, Дим Я тут подумала А почему бы нам в отпуск Не поехать к тебе на родину? Нет, только не туда Почему? Ты что, не хочешь мне ознакомиться со своими родственниками? Почему хочу? Я на родину не хочу Тогда Во Флориду Ну вот Ты же всегда мечтала посмотреть Коралловый замок Да, мечтала Ну, поедем во Флориду, значит Поедем Мой дедушка лежит у тебя в больнице Двумя этажами выше Да я знаю, где находится кардиология Так вот, даже он запропастился Максим, ты вообще здесь нет? Ты меня слышишь? Ладно, я схожу Лучше расскажи, как Кате Катя, нормально Ты каждый день видишь ее в общежитии И вообще не уходи от разговора Скажи мне прямо, ты пойдешь или нет? Я не знаю Слушай, дедушка не виноват в том, что ты и моя мама поссорились Да мы не ссорились, чего ты взял? Да ладно Что, я слепой, что ли? Ладно, твоя мама теперь новые друзья А я ей не нужен Нет, нужен! И вообще Я надеюсь, ты помнишь Что я и дедушка всегда Всегда, Максим Любили тебя О! Добрый вечер Ну, наконец-то Андрей, ты где был? Ты куда пропал? Я не пропал Вот он я Дайте с дедушкой поздороваться Как ты, дедуль? Привет, лучших всех Он, Ритуля, меня спасибо ей Чайком угощает С кем был с ней? Андрей, я вся извелась Ты видел, сколько времени? Напрасно, мам Кстати, я намерен остаться здесь на ночь Нет Да, мама Ты езжай домой, отдохни Нет, мне с папой будет спокойнее А мне будет спокойней Если вы все будете ночевать дома Ну, что вы носитесь со мной? А, кстати, а что такое писанная торба? Ты лучше скажи, где ты сейчас был? Ну, что ты пристала Андрей был с любимой девушкой Ты влюблен? Да Я познакомился с девушкой Без ума от нее Любовь с первого взгляда Интересно Подскажите, где мне найти пятую палату? А, вон, прямо по коридору Здравствуйте, кого вы ищете? Мне нужна пятая палата Больной Бондарчук Давайте, я сама отнесу Давай, распишитесь Кносио Иван Степанович Я поехала дома Муж, гостя Всех кормить Спать укладывать Так что Поздоравливайте За чаяк спасибо И Ромку целуй Обязательно Сынок, поезжай с Ритой Мам Я настаиваю Спасибо Ты красивая Мужчина, помогите, пожалуйста Здравствуйте Это вам Спасибо Ух ты Класс Желаю скорого выздоровления Пап, это тебе Святыль? Дарят Прямо как барышня Так а Кто прислал-то? В ожидании Твоей любви Артур А Я думал Не он Сынок, а ты о ком? Не важно, мам Ну все Ну все Мы домой Так что Держитесь Счастливо Ты сейчас в больницу? Угу А он к себе не приходит Кто? Кто? Да Максим Я же просил его Найти дедушку Зачем? Твоя мама не хочет его видеть Думаешь Вот именно А по-моему Прекрасный повод Помириться Анна Петровна Доброе утро Доброе утро Кофе будете? Нет, спасибо Я тороплюсь в больницу Надо же Иван Степановича навестить Как? Подождите Вы Ой, какой вы молодец Ой, вот это вот правильно Подождите Вот пирожки Возьмите Анна Петровна Ему нельзя Это еще рано А вы не ему Вы себе Помогайте Вот так Спасибо Доброго дня Нет аппетита? Уже давно Дочка портит нервы Сбежала из дома На звонки не отвечает Лариса Твоя дочка уже взрослая Она выросла Смирись Смирится? Ну уж нет О, вот это да Алло Валентина Степановна? Нет, нет Вы меня не знаете Передайте, пожалуйста Семену Кузьмичу Что его дочь В своем ресторане На глазах у всех Но занимается развратом Угу Вот все карточки Да, я понял Это ясно Привет Александр Владимирович Да Я уже здесь Ага Я сейчас на обход А потом ненадолго В кардиологию А что там? Отец Наталья Бондарчук В тяжелом состоянии Готовят к операции А ну иди, конечно Заметь, я съела все Что ты заказала Заметь, я знаю Как улучшить твой аппетит Ты просто прелесть С тобой я забываю Обо всем За любовь Твое второе имя Ты куда? Папочка, я ненадолго Отпустишь? Добрый день Здравствуйте Иван Степанович Я Александр Братух Врач-травматолог Мы с Наташей Достаточно давно знакомы Да, пап Александр, зять Семена Кузьмича Вы позволите? Да, конечно Иван Степанович Как вы себя чувствуете? Спасибо, еще чувствую Пап, ну не шути так Нормально Готовимся к операции Я хотел сказать Что если что-то понадобится Не понадобится Ты же знаешь Что нам ничего От Ворошиловых не надо А даже так нельзя Можно, Саш Можно Иван Степанович Я понимаю Что сейчас Ни время Ни место Но я хотел бы поговорить О Кате и Андее Вот не надо Эти два имени Ставить рядом Андрей Катю забыл К счастью Поэтому мы Об этом тоже Не будем говорить В любом случае Я хотел Сказать Что вы можете Всегда на меня рассчитывать Уздоравливайте Здравствуйте, Иван Степанович Здравствуйте Как вы себя чувствуете? Здравствуйте Спасибо, нормально Наташа Можно вас на минутку Да, конечно Семен, только пожалуйста Держите Так, подожди Стой здесь Молодец, дочка Молодец, дочка Ничего не скажешь Молодец Пап, только спектакль Не надо устраивать Разрешите представиться Валерий Меня не интересует Кто вы И как вас зовут Мне нужно с дочерью поговорить Вот только нервничать Не надо, пап Пошли отсюда Так, позвольте Ваша дочь не ребенок Вы не имеете права Имею Я никуда не пойду Пошли, я сказал Здравствуйте Здравствуй, здравствуй Что ты там изучаешь? История болезни А, история болезни Ивана Бондарчука Максим Леонидович Ну, предупреждать надо Мы вот с Натальей Ивановной Обыскались Прошу прощения Ничего страшного Так, результаты анализов Гемоглобин Гемоглобин повесился Лейкоциты почти в норме Так, не дурно Не дурно Из критического состояния вышли Это оперировать можно? Можно А это опасно? Наташа, ты же врач Откуда такие вопросы? Я К Ивана Степановичу Иди, я подойду Отпусти Садись Лена Да Прошу тебя, оставь нас, пожалуйста Семен, я волнуюсь за тебя Не надо Я еще пока не разваливаюсь Как некоторые здесь надеются Все будет хорошо Какой пример ты дочери подаешь? А моя дочь не нуждается в примерах? Она живет как хочет, где хочет, с кем хочет Влюбилась в проходимца Мой Мой внук не проходимец Да А если он твой внук Почему же он не Ворошилов, а? Да потому что Наташа Не захотела давать ему нашу фамилию И имеет на это право А я смотрю, ты зауважал уборщицу Тебе бы поучиться у нее К чему? Рожать внебрачных детей? Значит так Больше ты своего тренера не увидишь Никогда А эту дрянь, боксерскую грушу На помойку Сегодня же Сейчас же Все Так и будет Я сказал Это мой дом Поняла? Поняла И Дома будешь сидеть Значит, Саше можно развлекаться А мне нет Постыдилась бы Твой муж работает сутками Папа, ты что? Это чушь Ты говоришь чушь Это просто форма для того, чтобы уйти из дома Пойми это Саша меня бросил Я любила его Я ему жизнь посвятила Он мне изменил Но теперь Он будет жить в аду И можешь мне поверить Я сдержу свое слово Стой, я не разрешал тебе уходить Стой, я сказал Ну, как самочувствие? Плохо А что не так? Плохо, потому что вы с Наташей так и не поженились Ну, это была моя мечта Но, похоже, я вашей дочери больше не нужен А вот это кто тебе сказал? Я сам знаю Так Значит, ты ее больше не любишь Я всегда ее буду любить Ну так поговори с ней Да она даже слушать меня не стоит Господи, что же вы за люди такие Ходите по углам, дуетесь Была бы моя воля, я бы вас сам подтолкнул друг к другу Ну что? Назначаем операцию на завтра? Наташ, не волнуйся Я сделаю все, чтобы вытянуть твоего отца Ты мне веришь? Да И еще то, что я сказал вчера Я сейчас Думаю только о папе Я ни о чем другом думать не могу Прости Семен Давай не будем рассказывать Саше О том, что мы видели в ресторане Конечно, не будем С чего ты взяла, что я хочу ему рассказать? Ты что? А сам он, надеюсь, не догадается Он редко бывает дома и по лицам не прочтет Добрый вечер Добрый Что у вас с лицами? Что-то случилось? Да нет, я что-то видел, все нормально О, новостей насмотришься Там и наводнения, землетрясения Что-то такое нет Да, в Африке опять столкновение Кошмар Как это, посмотришь, сразу понимаешь, как неплохо мы живем? Ну, в принципе, да Ну, что, как? На работе у тебя, как? Да как? Наташа, натец лежит в кардиологии Готовится к операции То же, что было у меня, да? Нет, гораздо хуже Надо будет сходить к Наташу Правильно Может, помощь нужна? Я говорил с ней, предлагал помощь Она на отрез отказывается Хотел поговорить о Кате Бесполезно Да, да Я тоже пытался поговорить Куда там, Наталья, это просто кремень Да Она мне сказала, что Что Андрей забыл о Кате Я думаю, может, это правда? Может, он ее обманывал? Да нет Просто он не говорит ей правду Ждет подходящего момента Да, а тут вот с дедушками, да Вот видите, Андрей и Катя поженятся Я уверен, поженятся Саша, ужинать будешь? Нет, я только передец Спасибо А что это делает в нашей комнате? Не в нашей, а в моей Какой же у Кати папа замечательный, а? Дочка живет где хочет, с кем хочет А папочке все равно А какой муж шикарный Да мы только переодеваться приходим Оставишь белишко-то, простирнуть Нужно подумать, ты когда-нибудь стирала А зачем тебе муж, Лариса? У тебя вон груша есть Да и не только Имей в виду, Саша Если ты не вернешь домой Катю Я возьмусь за твою Богдану Ну что, изменяешь меня? При чем здесь Богдана? При тебе Так что ты, если завтра не вернешь Катю домой Я посажу твое Богдану Лариса не посмеет тронуть меня А если тронет, то сама сядет Когда у человека есть бизнес Всегда могут быть нарушения В смысле? Твоя жена владелица ресторана Ты уверен, что она ведет дела законно? Я не знаю У нее управляющий новый Но при этом она осталась директором Откуда ты все это знаешь, а? Я знакома с управляющим Интересная женщина Могу и тебя познакомить Она тебе понравится Могу и тебя пугают Субтитры создавал DimaTorzok